О чем с ним? О чем с ним разговаривать? Что он умного может показать? Не, ну что-то может, кстати. Окей, окей. Я сделаю переход. Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф на дворе ноябрь. Наверное, это уже последний месяц, когда можно еще чем-то заняться в саду, прежде чем уйти уже на зиму, успокоиться и забыть про наши растения. На нашем канале уже достаточно роликов, где рассказано, чем заняться в сентябре, в октябре, а чем заняться в ноябре в Ленобласти. Ну, такой, наверное, вопрос, не знаю, насколько он интересный, но судя по тому, что у соседей до сих пор кипит работа, у них там происходит какой-то ремонт, наверное. Но, тем не менее, я думаю, что мы попробуем поговорить с экспертом по уходу за растениями Евгением Магадыч. Здравствуйте! Да. Чем можно заняться еще в саду в ноябре в условиях Ленинградской области? Здравствуй, Женя! Здравствуй! Я знаю, да, я попросил тебя немножечко решить эту сложную задачу. Что можно еще сделать в ноябре из того, что мы не успели сделать в октябре и в сентябре в саду? В саду можно в целом попробовать навести порядок, пока у нас нет таких сильных морозов и не выпал снег. Есть такая тенденция, что осень у нас затягивается, то есть снег выпадает довольно поздно и можно, не откладывая на весну, заняться, например, уборкой в саду. Про уборку в саду есть два мнения. Кто-то считает, что нужно убрать полностью листья, срезать многолетники именно осенью. Есть мнение, что ничего нельзя трогать, ну, не то, что нельзя, не надо трогать, просто все оставить до весны. Честно говоря, разницы особой вот я на своем опыте не увидела. И мне удобнее и комфортнее и убрать листья, и срезать многолетники именно в осенний период, потому что весна у нас очень часто наступает довольно внезапно, сходит снег, становится тепло и нужно заниматься другими работами, то есть обрезкой, подкормкой, уже быстро начинают развиваться вредители. И пока есть время, пока тепло, можно срезать многолетники и убрать листья. Ну, конечно, красивые многолетники, там злаки, которые красиво развиваются, там гортензии, у которых красивые соцветия, можно оставить на зиму и любоваться ими. Но все, что уже побито морозом, все, что покоричневело, потемнело, почернело, вполне себе можно срезать и убрать в компостную кучу. Скажи, ну, вот функционалы вот этих листьев, если мы их оставляем на зиму, многие же думают, что они, ну, какой-то функционал несут. Они укрывают почву, укрывают корни растений, образуют какой-то перегной. Ну, перегной, конечно, они не образуют за один год, перегной не может просто образоваться, почвенные бактерии так не работают. Ну, в целом есть такое мнение, что растениям так будет комфортнее зимовать, теплее. Ну, вот я говорю, что у себя в садах я выгребаю все дочисто, вот, вместе с моими помощниками. И в целом я бы не сказала, что растения как-то чувствуют себя принципиально хуже, чем если бы я листья не убирала. Ну, а, слушай, обратная сторона медали, вот то, что в этих опадших листьях, в опаде зимуют всякие вредоносные микроорганизмы. Ну, в опаде... И микроорганизмы, да. Я уже говорила, зимуют как и полезные, вредные какие-то насекомые. Ну, как, вредные не для сада в принципе, а для нас, то, что мы считаем вредителями. Точно так же и полезные. То есть тут нужно соблюдать баланс. Сейчас в Европе, да и много где уже в России, для насекомых делают такие специальные домики, куда укладывают как раз вот опавшие листья, сено, битые кирпичи, спилы деревьев, где вредители, ну, как и полезные, как и вредные насекомые, могут спокойно перезимовать. Ну, то есть, чтобы был какой-то экосреда, биоцинас, и не стоит демонизировать этих вредителей. Да, то есть сейчас у нас пошла тенденция к тому, чтобы не затравить любого ползущего насекомого, да, а вот был какой-то баланс в саду между полезными и, ну, вредными, так скажем, для нас насекомыми. Ну, то есть в компост это все можно, то есть не обязательно сжигать. Да, да, это все можно в компост. Да, в компосте оно все придет в то состояние, в котором можно это потом использовать. Да, да. То есть там не будет рассадник зла никакой в этом компосте. Отлично. Слушай, ну, вторую такую немаловажную историю с побелкой деревьев. Я так понимаю, что побелку можно в ноябре вполне осуществить, может быть, даже самое время. Ну, в целом даже, да, наверное, самое время побелить деревья в ноябре. Ну, и я хочу сказать, что вот такие вот старые яблони, конечно, белить не надо. Белить нужно молодые деревья, чаще всего молодые посадки именно этого года. Особенно нужно белить деревья, которые с темной корой. У нас может повреждаться морозом каштан, клен, ну, яблони, груши, естественно, плодовые. И белить можно начинать где-то, ну, вот, диаметра 4, наверное, 5 сантиметров. Ну, тоненькие, совсем тоненькие вересиночки уж белить не надо. И заканчивать где-то, ну, вот таким вот диаметром. Это, наверное, сантиметров где-то 15. Дальше уже на растении, на стволе вырастает кора, такая плотная, даже не кора, а корка. Покрывается оно мхами, лишайниками и, в общем, само себя прекрасно защищает от морозобоев. Ну, можно не белить, можно, есть разные способы. Есть бамбуковые маты, то есть можно закрыть бамбуковым матом, использовать его каждый год, соответственно, можно заматывать женскими чулками. Тоже есть такой способ. Мешковиной укрывают. Ну, в том числе заматывают даже, я слышала, малярным скотчем. Но единственное, что если есть желание замотать малярным скотчем, его нужно, наверное, все-таки липкой стороной наружу заматывать, чтобы потом вместе с малярным скотчем весной не содрать кору с дерева. Ну, как-то так. То есть, если есть желание, если вы знаете, что у вас на вот этом месте, где вы посадили деревья много солнца будет весеннего, то есть прогнозируете вот эти вот ожоги, морозобои, то в целом, да, можно побелить. Ну, это чисто эстетически, мне кажется, история такая, потому что не всем нравится, что вот эти вот беленые стволы будут в саду портить внешний вид, а мешковина, скотч, вощеная бумага, вот это все можно потом просто... Да, убрать и сложить куда-то в сарай, использовать на следующий год. Ну, и дерево будет выглядеть совершенно натурально. Ну, да, ну, это как бы такая история, как бы дело вкуса. Кому-то, наоборот, нравятся побеленные стволы даже у старых деревьев. Считают, что так выглядит сад аккуратно. Ну, один любит арбуз, другой свинный хрящик. Да, да, да. У каждого свой вкус. Жень, ну, а по поводу обрезки тоже немаловажна такая история. Ей же можно заниматься в ноябре с большим успехом, поскольку уже вегетация давно закончилась, и, может быть, им стоит заняться обрезкой кустов и деревьев? Ну, что можно точно сделать, это вырезать больное, сухое, перекрещивающееся, ну, все, что мешает растению. Аварийное и санитарное. Да, аварийное и санитарное. То есть прямо вот детальную обрезку я бы все-таки оставила на весну, потому что это немножко будет двойная работа, потому что если пилить, особенно какие-то плюс-минус крупные ветки, пилить на кольцо нельзя, потому что может быть очень суровая зима, у нас зимы очень разные бывают, и спил вот этот вот промерзнет, и некроз пойдет дальше в ствол. То есть нужно оставлять, ну, где-то 10-15 сантиметров вот такие вот пеньки, которые вы уже весной отпилите на кольцо. Вот. Соответственно, делать детальную обрезку мелких веточек тоже, в принципе, можно, но чаще всего вот эта вот почка, на которую вы обрежете, она обмерзнет и проснется только уже следующая почка. То есть, ну, как бы... Ну, двойная работа все равно. В целом, да, в целом можно, но немножко такая двойная работа. Ну, это касается яблонь-груш, а сливы и вишни и прочие косточковые мы вообще осенью не трогаем, мы оставляем на весну. Кустарники, в принципе, спокойно относятся к осенней обрезке, то есть смородину, крыжовник я обрезаю осенью. То есть, не оставляю на весну, потому что они весной довольно рано просыпаются, то есть ты еще только сам проснулся, да, вышел из спячки, а они уже начали расти. Вот. Вот я обрезаю кустарники именно осенью, а им не страшно. Так, ну, скажи, вот еще есть такое распространенное мнение, что нужно делать растениям влагозарядный полив. Что ты думаешь про влагозарядный полив? Про влагозарядный полив я думаю следующее. Во-первых, я попыталась найти источники этой информации, откуда она вообще взялась, вот эта вот история про влагозарядный полив. В интернете очень много информации, но кто это придумал, когда это все началась, эта история, я, честно говоря, так и не смогла найти. И я считаю, что для нашего региона, для Северо-Запада, влагозарядный полив не нужен. Особенно вот в эту осень точно. То есть вот я совсем недавно закончила посадку луковичных, я тебе уже об этом рассказывала, и когда я сажала луковичные, я заметила, что в целом по всей Ленинградской области, и под Сосново, и в курортном районе, почва довольно влажная. То есть я сажаю и чувствую, что почва влажная. Когда почва влажная, влагозарядный полив не имеет смысла делать. Вот когда у нас был сентябрь где-то месяц, октябрь, у нас был такой длинный засушливый период осенний, и я тоже что-то пересаживала, и почва была явно сухая, и сухая на довольно большую глубину. Тогда, конечно, поливать надо было обязательно. А сейчас, ну, нет, этого нет смысла. Еще хочу сказать, что для нашего региона характерно так называемое промывное увлажнение. Это когда сумма осадков, которые выпадают, гораздо больше, чем сумма испарения. То есть в целом почвы у нас склонны к переувлажнению. Еще очень часто у нас участки бывают с высокими грунтовыми водами. Это какие-то болота. И если вы видите, что у вас по канавам садоводства стоит вода, или вот вокруг вашего участка стоит вода, то, конечно, никакого влагозарядкового полива не нужно. Ну вот если вы прям хотите, да, вот просто берете где-то на участке и копаете несколько пробных ям на глубину 30-50 сантиметров, и смотрите, какая у вас там почва. Если она у вас прям сухая-сухая, то можно полить, да. Если, ну, можно выкопать, копнуть на 50 сантиметров, и окажется, что у вас сейчас там стоит вода. Нет, конечно, никакой влагозарядковый полив не нужен. То есть вот эта история 100 ведер вылить под дерево, чтобы оно хорошо перенесло зиму? Нет. Нет, ну, это может быть история какого-то другого региона, но не нашего. А вот... Женя, вот хорошо, что ты упомянула про посадку луковичных. То есть до сих пор в ноябре еще можно что-то сажать? Ну, пока земля не встала колом, не замерзла окончательно, можно сажать луковичные вполне себе. Сейчас можно найти еще луковичные в продаже. Как это ни странно, они продаются сейчас с хорошими скидками. И в целом, да, до снега, до прям сильных морозов можно сажать. То есть у нас давно перестали пытаться успеть посадить луковичные в сентябре, октябре, то есть до снега, до покрова, до 14 октября. Сажают и в ноябре, и даже в декабре. И они хорошо приживаются, дают корни, и весной обильное хорошее цветение. То есть даже если кто-нибудь не успел, например, лук с чесноком под зиму посадить? Чеснок, наверное. Чеснок. Лук не сажают под зиму. Да ладно. Ладно, будем знать. А я посадил. Посмотрим. Ну, чеснок я вот как раз сажал две недели назад. То есть самое время. Да, да, еще можно. Прекрасно. Ну, еще ты знаешь, многие питомники и садовые центры до сих пор еще заканчивают распродажи. Люди с большими скидками покупают растения. И вот принеся их сюда и обнаружив, что уже образовался какой-то иний, немножечко слой почвы сверху промерз. Можно что-то в принципе еще сажать из растений? Помимо лукомничных. Посадить можно. Деревья, кусты, многолетники. Деревья, кустарники, многолетники, ну, я бы не стала, честно говоря. А деревья, кустарники я бы посадила, причем спокойно, но самое главное, не вечно зеленые все-таки, а листопадные. Подзимняя посадка вечно зеленых, но она очень часто не очень хорошо заканчивается. Более того, есть зимняя посадка крупномеров, когда растения сажают, ну, вот, буквально зимой и выкапывают их зимой с огромным комом. Так что, да, это все имеет место быть. Если кто-то еще что-то хочет успеть посадить, вполне себе можно. То есть нормально, посадить сейчас. Прекрасно. Я хотел бы, Женя, записать с тобой еще отдельный ролик по поводу обрезки роз. Вечно актуальная тема. Возможно, есть какие-то сейчас новые технологии по их укрытию. Ну, и не только роз, а и других каких-то кустарников, хвойных, что как лучше укрыть, обрезать и сберечь подзиму. Потому что этим же тоже сейчас можно заниматься до сих пор. Как известно, розы, они до сих пор же вегетируют. Все, что выше плюс пяти, вся температура выше плюс пяти, розы продолжают расти. То есть они даже могут в заморозке замерзнуть, цветы немножко замерзнуть, а потом солнышко выходит, оттаивает и розы спокойно продолжают свисти. Ну, ее укрывают сейчас или позже или раньше. Ну, сейчас я все расскажу. Давай, запишем отдельный ролик. Смотрите канал Европлант. Последняя информация из первых уст об укрытии рост других растений в нашем следующем ролике. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова